с вами дергачев инсайт приглашаю наших гостей мы пытаемся получить озарение открытие сегодня у нас роза римбаев больше ничего говорить не буду да да такое открытие про которую вы вообще никогда раньше не слышали не видели на самом деле мне у меня такое впечатление что наш народ меня знает уже на протяжении всех этих 45 лет сколько я пою пою живу в алмате все моя жизнь на виду чего сверх естественно сверх какого-то грубого или несчастного такого со мной не происходило пока еще слабо вы по образованию музыкально-драматическая актриса вот вас всегда вот когда вы говорите рассказываете у вас всегда какая-то какое-то желание вот что-то еще сыграть вот в кино в театре всегда где-то вот есть на нервом плане желание всегда есть конечно но и предложение есть но я не всегда соглашаюсь потому что очень важен сценарий очень важно кто его снимает смогут ли сделать так как это должно быть красиво высокопрофессионально например хотела бы сыграть современную пьесу как женщина-актриса такого характера как алиса фрейнлих в служебном романе сегодняшняя современная женщина-казашка которую вот сейчас вот старается пытается выжить доказывает всем а в начале в постсоветское время она совсем просто была чиновница которую до получала свою зарплату каждый день ходила на работу или на фабрике работала да и устраивала эта жизнь но сегодня же другая жизнь сегодня со временем в ногу говорят и еще надо быть интересным современным общительным дипломатичным и еще даже если у нее свое производство она должна сегодня по-новому работать как эти проблемы женщина решает не только своим умом или там расчетами просчетами там много еще дополнительно характера надо а где рядом с этой женщиной мужчина я имею ввиду только себя а если мужчина есть партнер то это же двойное счастье но редко такие пары встречается к сожалению и не всегда высокопрофессионализм бывает достойным то что нужно не все вот которые сейчас вот я общаюсь им со многими людьми они даже не все по своей профессии работают так большинство не по профессии работ значит люди нашли выход нашли решение как можно лучше интересное продумать свой бизнес научились ездили за границу изучали потом решили заняться именно этим делом а наши женщины вообще все могут как вы думаете их можно остановить я думаю есть успешно очень женщины деловые есть предприимчивые женщины которые вовремя до взялись за это дело и очень нашли очень выгодный выход но я думаю все таки ценнее и больше уважаешь на 1 женщин настоящих профессионалов умных которые работают на достойном уровне достойно профессионально просто доказывает добивается и убеждает вне конкуренции есть такие очень высококачественные профессионалы которые конкретно занимаются своим делом профессионально у вас есть такие подруги есть конечно я общаясь могу вот просто определить насколько умная женщина меня с не интересны или нет есть фанаты которые могут жить в основном своей профессии интересоваться тем что вот что у нее в больнице происходит какой больной какой пациент и только жить его жизнью своего пациента например доктор подруга моя вот она только они может быть даже иногда не иногда кажется что она они даже больше думать чем о себе там или там сын растет целиком это интересно ей она в этом находит счастье она не гоняется за богатство не интересно на этим живет я очень уважаю таких специалистов димаш вот что что дальше будет с ним вы знаете я думаю природа ему дала да пусть он пользуется этой природы насколько хватит спортсмены тоже со временем уходят с арены правильный балет уходит и вокалистов где-то к возрасту после 60 70 лет это не будет такой голос как он как он звучал в 40 лет время покажет ему бог вот-вот взял и дал вот этого голоса пусть он пользуется насколько это возможно не переборщил бы это точно не повторялся во везде одинаково я этого не хочу я хочу ему много новых открытий много новых образов какие-то новую музыку предлагаю желаю ему вы завязаны внутренние как мне кажется вы очень сильно завязаны на народную песню на фольклор на вот то что идет я же выросла в этой среде я училась в ауле я актриса казахского драматического театра но общение мое с вами происходит уже через перевод я успеваю переводить и подобрать нужные слова но не всегда удачно да не всегда правильно литературно да дай бог всем так литературно говорить как вы это я самостоятельно выучила русский язык а в каком возрасте я просто начала общаться где-то с 5 6 класса уже надо было знать язык и постепенно 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 набирается опыт общение плюс чтение чтение книг вот этот год онлайн вы работали наш тем смотрел вы я много концертов онлайн давала то есть и звезда на карантине вот этот проект замечательно да да и вот а это вам что давало это давало вам возможность высказаться несмотря ни на что нет 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 дело что это моя обычная концертная жизнь но считайте что я вот сейчас сижу с камерой общаясь а за камерой миллионы зрителей то же самое то же самое просто ответной реакции нет от публики и все единственное а насколько трудно работать без ответной реакции а не надо об этом думать не надо просто все свое выложите высказать все что ты хочешь и все что должен то есть дело да 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 потому что мы же ведь слушаем записи пластинки радиус мы же им не аплодируем мы слушаем и для себя делаем выводы хорошая музыка хороший певец хороший артист хороший музыка то же самое прослушивание твоей программы замечательно в инстаграме у вас увидел очень старую запись иногда вот появляется мои старые старые записи зону удивлялась кто его составляет нет вашем инстаграме инстаграм вы сами ведете нет мой директор ведет директор ведет а ну вот значит а за он выставил да да что он выложил вот что он выложил он выложил ваше исполнение доме димаша ахмедович это было я только родила олежку так это было 91 год лета и мне срочно звонят и говорят выходи на улицу за тобой отправляем машину надо поздравить димаша ахмедовича я там даже без косметики да я какая дома сидела но в этом очень молоденький переоделась да и поехала люди сидели вот такая небольшая комната людей немного и мне дали слова я поздравила сказала конечно нужную песню спеть так как я певица и спел эту народную песню все и потом после этого я уж на этот долго не сидел у меня грудной ребенок у меня алишка дома лежал но как он на вас смотрел то есть вот это было полностью направленное внимание не понимаете я просто спел одну лирическую для меня это все было неожиданно я выступила непродуманно я даже не думала какой песню подобрать потому что иногда надо правильную песню петь и чтобы он подхватил вместе с собой с тобой он порадовался я даже об этом не подумал почему-то спел однородную песню так долго главное стою еще пою но в истории то осталось осталось но я говорю это было непродуманное выступление надо надо было я даже не знала что снимает камера я про это даже не знала надо было какой-нибудь яркую какую-нибудь хорошую лирическую песню спеть я даже не знала что зафиксированы в истории осталось и осталось очень хорошо поэтому что уж теперь цензурировать прошлое нет вот сейчас мне сказали бы вот рыбаева через два часа где ты будешь петь там поздравлять какого-нибудь агашку дедушка пашку я подумала в какую песню внизу что сказать правильно какой-то теплую лирическую песню я поспела бы а там я бы пой и все я встала не знаю почему именно эта песня пришла в голову но видите вы к себе так строго относитесь просто у меня таких поступлений очень редко будет когда неожиданно тебе привозят на машине правительство да и эпохи такой крайне редко даже не помню когда второй раз у меня такое было но вот неопытности а смотрится это все очень трогательно очень тепло может быть потому что время пошло может быть потому что много знаем уже это время прошло и про этого человека много знаем про эту ситуацию просто время прошло поэтому она смотрится как ретрофильм да смотрится очень прошла песню я бы подобрала бы другую но значит в следующий раз когда вам позвонят и скажут что машинного подъезда вы уже знаете это уже столько опыта имеют насчет таких пение выступление застольных да а там я спела какой-то грустную песню ну давайте тогда все таки еще раз про кино про то что все таки еще пьеса которая в которой вы современную казахскую женщину бы сыграли она еще не написана дай бог будет написан нет и уже поезд ушел уже поезд уже ушел да это надо было лет 15 назад надо было делать мне кажется что вполне вполне вы еще сейчас сейчас хотят про меня вообще фильм про мою жизнь творческую про мое становление как я росла как я мечтала как я приехала в алмату как я стала что разве нет до сих пор такого фигня такого нет и вот они сейчас собираются сценарий пишут еще деньги вот министерство выделит посмотрим ну здорово это это то что надо сделать скажем так обязательно то есть это просто то что должно быть не для вас для нас может быть но еще зависит же надо если снимать надо надо снимать интересный фильм хорошо надо делать хорошо я не знаю насколько народ знает моя жизнь отлично наизусть знает всю мою историю не знаю нужно ли на кофе а как же как же обязательно лучше права наталья прокофьевну интереснее ну как алиса френдликс она до производства понятно все таки все таки вы склоняетесь к тому что пьесу должны написать хорошую конечно настоящую на такую на такую интересно же смотреть как она бедная боролась с чего она начинала или как она поменяла вот свою профессию и ушла совсем другую сферу и там может больше себя выразила нашла мне кажется такой фильм интересный год то был тяжелый двадцатый но при этом сына вы женили в этот год ну получилось так в марте когда началась карантин помните одно время прямо город замер пустые улицы были даже не автобусы пустые ехали и нам даже нельзя было выходить я помню однажды я выехала мы выехали у нас бензин закончился мы хотели заправиться мы даже нам даже не не разрешили до заправки доехать потому что нам поставил пост зале все нельзя проезд закрыт и мы там через горы через все все другие 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 дороги вот еле доехали до без заправки и так заправились город замер и наша девочка она жила в своем доме и мой сын говорит мам она даже не может выехать потому что закрыли перекрыли все улицы нельзя движение даже не было как быть нам я говорю давай заберем будем вместе жить он мне предложил как ты смотришь если мы ее заберем я говорю я буду только рад и так получилось что вот этот карантин вот они решили лучше вместе пережить эти трудности мы вместе одной семьей жили потом я же все-таки такое настоящая казашка игру алишка вот так нельзя просто так жить вместе давай позвоним родителям сообщи что мы уже соединили что мы вместе что вы предлагаете ехать к вам на сватовство ну чтоб все это было официально мы все созвонились и все официально все это сделали съездили на сватовство очень ограниченном количестве людей они тоже дома там немного народу было не нас встретили а это произошло в алматы в атерау в атерау далее пришлось лететь самолетом и сватовство официально там не забрали здесь было такой небольшой мини той ограниченное количество потому что нельзя было днем на 30 человек а сейчас уже вы привыкли к тому что вот у вас сын уже семейный человек он живет уже отдельно до у него своя квартира они там же вот уже за неделю до нового года не туда переехали я купила квартиру они там живут теперь это уже отдельный дом но вы же его отделили раньше еще да эту квартиру продала им купила новый а понятно они там живут то что они там живут я понял вы к этому привыкли внутренне не очень но честно говоря молодежи вы знаете у меня лишь к всегда был занятой мальчик он утром уходил поздно вечером приходил у него репетиции съемки записи мы же целый день все же по делам вот я сегодня тоже с 9 утра вот я дороге еще дом не было или во сколько попаду домой тоже неизвестно мы поздно вечером собираемся целый день мы все заняты поэтому не сказать что прямо зависимы друг от друга привязаны прямо не можем нет мы все самостоятельные люди взрослые но тем не менее все равно не привыкли еще пока такого резкого контраста той же потому что они через день ко мне заходят мы иногда обедаем ужинаем такая нас или я к ним захожу на чай хорошо еще такой все я про ваш инстаграм потому что это главный источник на самом деле там немного тем не менее на был во время опять же карантина был такой онлайн концерт памяти баттера да я участвовала вот вы участвовали а вот про баттера можете немножко рассказать баттер и вообще все участники ансамбля рай мы все как родственники мы настолько близки не только как музыканты как творческие люди в человеческом плане и мне кажется по уровню музыкальным по музыкальному уровню по уровню когда люди друг друга соответствует они сразу и понимает в творчестве не начинать вместе творить это это и человеческое понимание вообще человека он же как музыкант выражает себя в музыке а тот ему отвечает этой же музыка и то есть вот понятие друг друга это диалог музыкально это слияние душ музыкальных душ и вести и разговор на языке музыки на сцене в жизни тоже как и друг друга понимали сейчас очень важную вещь мне кажется сказали вы сказали что когда люди одинаково выражают себя профессионально соответствует друг другу то у них потом и общение также совершенно естественно происходит разговор на том же уровне на одном уровне человек с человеком да и так и было так было а вот с а студия сейчас то есть контактов общение не так часто и иногда мы встречаемся в одной программе но это уже другая музыка это уже половина компьютер половина фонограмма и направление стиль совсем другой совсем другое мышление вы вот до последнего время времени для вас очень важно но только наверное вот в этом году прошлом да не не было для вас очень важно было сделать большой концерт с оркестром я ежегодно это делала да только вот в этом году прошлом году до 20 должна была быть вообще гастрольные турне по республике едва сольных отчетных концерта в алмате и в астане как это было традиционно каждый год ну вот отменилась из-за пандемии да вот все таки почему почему с оркестром почему для вас так важно вот именно так работать что такое профессиональная музыка что такое профессиональное выступление что такое певец который показывает профессиональный свой уровень это выступление с живым оркестром это выступление живым голосом перед большой аудиторией не компьютерная музыка не фонограмма только живой оркестр это настоящие профессиональные самое настоящее так так должно быть испокон веков и вот вы на этом стоите и так и будете работать конечно оркестр не повезешь другие города оркестр обязателен в алмате и в астане сейчас павлодарский оркестр ждет меня к окончании окончании карантина вот они хотят со мной дать концерт там тоже большой симфонический оркестр узкомногорский оркестр семипалатинцы они объединяются тоже ждут не дождутся когда мы дадим концерт большой а а вот славянский базар когда вы допустим туда приезжали это же фестиваль да это большой фестиваль куда съезжаются артисты сам из многих стран и кто-то поет под фонограмму кто-то поет под минус кто-то поэтому сопровождение своей группы или там есть оркестр михаил михаила фенберга но он не каждый день аккомпанирует там есть определенный день когда мы все поем с оркестром так что там разные форматы вы говорили как то что для вас вот три города вас поразило да в свое время то есть сначала алматы алматы сейчас потом москва потом нью-йорк то есть то что вас представьте себе девочка который живет в городе семипалатинска живет в общежитии до этого она выросла в ауле и вдруг мы едем в москву представляете я уже алматы нику мы едем в москву я попадаю в такой масштаб такой гигантизм такой но сравните маленькой периферийный город семипалатинске москва да у меня глаза на лоб я как будто во сне фантастику какую-то попал после этого я попадаю в париж вот это разноцветье вот эта одежда транспорт иностранный все надо на другом языке поведение людей совсем отличается москва меня поразил теперь еще париж я в там вообще а сколько вам было лет мне было тогда 16 наверное 16 да а потом я приехала в восьмидесятом году я поехала в ю ю нью-йорк 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 вашингтон это абсолютно два абсолютно разного характера города нью-йорк это такое разноцветие начиная от первого этажа и кончая двадцатиэтажный дом и все реклама все светится сверкает это для меня тоже было шок плюс разноцветие людей поведение разное абсолютно поведение наших местных людей и поведение иностранцев даже когда какой-то иностранец приезжает мы сразу замечаем это иностранец у него манера хождения манера поведения совсем другое представьте себе сколько открытий для меня сколько шока от этого всего мне даже страшно было а когда в семьдесят девятом году я поехал на международный конкурс алтон микрофон в стамбул я жила в гостинице широтон выходишь из гостиницы уже за квартал начинается такая нищета люди на этих картонных коробках спят оборваны голодные я эту нищету контраст увидела мне плакать хотелось мне не хотелось даже выходить на улицу потому что это все меня расстраивала потому что мы люди советские у нас социализм у нас все равные у нас я одинаково деты все одеты и обуты нету от этих бомжей на улице бедных несчастных конечно сейчас там было совсем другая жизнь но то время для меня это был шок а вы можете представить себе что вы могли бы жить в другой стране не в казахстане ну так как я воспитана и выросла всю жизнь на своей земле я бываю за границей я может как объездила полмира я очень много видела и хорошего и грустного как афганистан как турция в тех годах три дня вот трех дней мне достаточно побывать это в гостях поездить посмотреть ознакомиться узнать страну еще потом домой какая у меня родина бедная нищая грязная где-то сильная коррупция где-то вранье где-то бардак безобразие это без культуре вот какая она есть я вот в такой на такой своей земле хочу жить больше ни о чем я не думаю я ее воспринимают такой какая она есть моя родина со всеми достатками со всеми успехами со всеми как со всей красотой этой и человеческом плане тоже у нас разные люди есть добрая душа открытая вот как степь широкая есть очень алчные ну я принимаю ее такой какая она есть но жизнь же очень разная и явно и к вам жизнь разными сторонами поворачивалась никогда не было желания уехать за границей жить можно при моих возможностях можно купить даже дом на берегу там анталии там где-нибудь да и живи себе процветай там живи счастлива я не смогу потому что здесь у меня родные здесь у меня племянники сёстры братья убежать от от них от всех и жить отдельно только для себя и кайфово я это не представляю я буду вместе с ними переживать вместе с ними веселиться голодать от чего-то огорчаться я не смогу вы два клана перевезли да потому что я ездила я ездила контраст как мы живем как там жизнь все хуже и хуже никак не наладится жизнь на наоборот все беднеет нищета безработица никакой перспективы если бы была я уверена что они обязательно поднимутся и будут наоборот успешны сейчас же много крестьянских хозяйств много таких успешных которые живут именно в селах и наоборот им наоборот хорошо они даже не представляют как это я все это брошу эту золотую степь и эти горы эти поля леса и уеду в город жить вот в этой дымище в клетке в суматохе нет если такие люди но я в своих родственниках не видела этой перспективы поэтому решила их перевести в город они все устроились на работу по своей специальности потому что там перспективы не было по работе тоже дети все пошли кто в школу кто поступили в институте сейчас они все горожане их дети уже дальше уже уже все уже внуки уже сейчас вы больше внимание уделяете мади младшему то есть сейчас лучше чего вы от него ждете я не сравниваю обоих детей они абсолютно разные али может быть более конкретно с конкретной задачей и он уже знает что ему предстоит над чем надо работать строить на будущее планы планы а мадишка мой он романтик он живет в своем музыкальном мире ночью только до утра он снимался в клипе недавно он закончил такой молодежный сериал я даже название не знаю 9 серий он как композитор написал этому фильму музыку так что вот он чисто в творческом плане работает а алишка вот сейчас он уже думает более серьезно конкретно чем-то конкретно заняться определиться у алишки все таки такой прагматически больше а он разве не определился еще нет но он творчестве своей работы да он востребован как артист но он говорит вот надо что-то конкретное уже направление взять и уже взяться за это дело продюсирование или это фонд какой-то открыть там музыкальные благотворительные как творческий фонд как заняться конкретно уже своим уже делом системно так подойти да а у Мадишки нет такого по-моему и не будет у него совсем другой характер он романтик он живет в музыке своей смешно было смотреть как вы с Мади обсуждаете топ тиктока то есть там пять вот этих это самое да и вот прям вот так комментируете все там и на русском и на казахском да 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 и я так понимаю что он вот живет прям в этом мире да он живет в своем творческом мире да я боюсь он чиновником никогда не станет так а директором дворца культуры там или какой-то школы не будет он будет заниматься только своим делом а вы бы хотели чтобы он стал директором ну я думаю что я даже не заставлю его даже если сильно захотите да не заставлю он не сможет быть чиновником руководителем администратором у него другой характер он будет писать он будет расти как музыкант композитор я думаю что он больше в этом плане в этом направлении будет да вы действительно ведь очень много ездили да а какая страна все-таки так вот запала что вот прям вам ну вот здорово хорошо понравилось вот больше других и в японии в японии да почему ну наверное если вспомнить после атомного взрыва какая была япония да и как она сегодня поднялась до какого уровня она выросла и при этом сохраняя культуру традиции вот эту порядок дисциплину помните когда у них взрыв был атомного электростанции вот на берегу моря фукусима фукусима да вспомните какая культура люди стояли в очереди никто не рвался никто никого не отталкивал не подталкивал если одежду то в первую очередь детям старикам они же все на улице остались помните город смыло потому что да а здесь за бензином очередь спокойная очередь никакой давки нет и никакого мародерства вот это и определяет культуру народа для вас важно сохранение традиции то есть это часть внутренней вашего ощущения добрые традиции они же воспитывают если вот у казахов много таких традиций уважать стаж поклонение всегда к матери заботиться маленьких например да отдавать вот первую очередь детям ну я думаю эти добрые традиции это присущ каждому народу если этого не делать тогда как как что мы превратимся все а не получается что маленьким все отдаешь отдаешь а потом раз а где себе а где себе хороший кусочек ну и есть так в природе такое такое явление да рыба который на и на и на и на и на и не рестится да он же после этого погибает погибают зато продолжается жизнь так же и наверное все все природа так вообще мы же отдаем жизнь мы это получается для нас смысл жизни воспитывать вырасти поставить на ноги это смысл нашей жизни если ты вот это все сделал выполнил свой родительский долг и твое продолжение это прекрасный сын умная твоя девочка дочь и они продолжают дальше так же как и ты вести свою семью жизнь продолжается и ты ради этого живешь мне так кажется у казахов еще есть такая пословица дети пока вырастут это твои дети а внуки это вообще до конца твоей жизни это навсегда ты еще для внуков будешь жить и давать то что ты можешь вот опекать получается это у тебя постоянно стимул жизни жить делать добро все ради твоего будущего ради продолжения твоего рода человеческого и твоего рода да тайну мне сейчас товарищ наш рассказал Тагир что у вас сейчас все-таки съемки идут съемки клипа вы расскажете или не расскажете нет нет это подготовка клипа идет есть слукель самая красивая невеста вот о ней поется о ее красоте о ее вот волосы там глаза ну как мы воспеваем красоту это новая песня да новая песня я собираю сейчас костюмы мне нужно 30 костюмов собрать невест по всему городу вот ко всем я художникам моделлером хожу выбираю костюмы потом фотографирую отправляю режиссеру режиссер говорит вот это не пойдет вот это платье пойдет вот это оставляем вот это вообще не подходит вот этим я занимаюсь сейчас вот три часа поеду еще в одну фирму там которые шьют эти костюмы потом эти костюмы соберут да потом 10 манекенщиц будут три раза переодеваться на протяжении моей песни они будут дефилировать мы же про невесту поем да они будут дефилировать одна такая другая я все время воспеваю красоту а вы сколько раз будете за клип это это главная задача здесь не я да я просто пою о ней да о ее красоте значит она все время у вас потрясающе я как наблюдатель как рассказчик пою вот расскажите пожалуйста про интервью с поздно когда поздно спросил мирового уровня музыканта березовского пианиста какая музыка вам близко ну как 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 вы оцениваете вообще музыку классическую народную он сказал народная музыка это душа народа у каждого народа есть своя народная музыка она никому не подражала она придумала свою музыку выразила свою душу а переход классической музыки это уже это уже это уже европейское мышление все композиторы бетховен бах моцарт это все уже европейская а душевная наша самая близкая так как я говорит русский народная музыка это говорит наше лицо это наш колорит вот так вот он дал оценку европейской классической музыки и народной музыки и вам это близко да я так считаю да что прежде всего у нас была антиклассическая музыка прежде всего была наша народная музыка на этом на этой на этих песнях мы выражали себя мы имели свою индивидуальность мы имели свое слово музыки а это уже все таки привнесено то есть это мы уже изучаем да как арифметику как высшую математику как писать эту классическую сложную музыку вообще классическая сложная музыка то есть высшая математика между прочим единственное сказали любую классическую сложную музыку можно на компьютере на вычислительной машине все это можно как сказать изучить по математически понять алгоритм разложить да а вот музыка которая не поддается к этой к этим правилам к этому формату к этому это говорит самый гений это бах полифоническая его музыка она никак не не подчиняется вот этой структуре все другие композиторы они подчиняются значит они все где-то рядом друг у друга выражают одинаково понимаете своей музыкальной мысли а он прям вот откуда-то сразу он откуда-то с космоса не знаю откуда-то вот-вот он отличается от всех других музыкок композиторов у вас всегда очень красивые концертные костюмы вот то есть и вот ну сколько смотришь записи сколько смотришь видео то есть у вас всегда костюм это просто отдельная песня дело в том что формат концерта моего концерта это красивая декорация это большой оркестр это красивая сцена и репертуар в основном это романтика это оптимизм это женственность это нежность и это светлые все характеры естественно поэтому ты будешь соответствовать вот этому общему характеру концерта образу и репертуар такой подбираешь ну пару песен бывает в этой программе очень грустные даже со слезами бывают да потому что не все время же весна праздник а вообще я хотела бы немножко в этом плане тоже немножко поменяться потому что мне больше нравится простота сейчас и больше нравится не акцент на костюмах или на каких-то декорациях акцент в первую очередь вот на мое лицо и то что я говорю то есть вы сейчас уже я думаю но нашему народу это вряд ли понравится потому что наш народ привык чтобы было богато дорого роскошно чтобы это было все такое помпадур такой вот мадам но у вас всегда все очень изящно при том что ярко но всегда все очень красиво ну такой образ такой счастливый такой красивой молодой женщины да да ну я хотела бы больше философствующей женщины показать просто хотите сделать просто душевный разговор просто простая одежда элегантная но не не так ярко как раньше поменьше цветов потому что сам я цветок и вот больше такой простоты скромности немножко строгости хотелось но зато мысли были бы в первую очередь мысли песни содержание больше этим интересовать и вы же можете себе позволить на самом деле сейчас все что угодно нет я могу позволить но я резко перейти от этого формата тоже думаю немножко побаиваясь потому что публика хочет публика хочет все время от начала до конца жизни чтобы Ромбаева была цвете земля моя вот и все чтобы радоваться чтобы все праздник мир труд май весна да ну вам же хочется сказать уже и по-другому дело в том что мой образ на сцене на протяжении 45 лет да вот он был одинаковый я и внешне особо не поменялась я и не очень состарилась слава богу мне в этом плане повезло что аллаху богу большое спасибо да и генетика да да и вдруг я поменяюсь и буду такая женщина пиковая дама да например да сидит и три карты на глубокие темы вдруг заговорит меня такой не представляет народ но но где-то вы все равно будете меняться потому что если вы об этом говорите значит вам хочется если хочется вы все равно сделаете я думаю что мы я как-нибудь перейду хотя бы часть концерта я перенесу на такой стиль больше в начале может быть открою так а в конце уже перейду на такой стиль насколько сложно делать сейчас клипы потому что клип это же такая вещь когда ты встраиваешься вот в быструю смену картинок много-много конкурирующих ну артистов да то есть не только наши то есть ты сразу со всем миром конкурируешь что бы ты ни делала это должно быть хорошо продуман образ репертуар образ и режиссер который просто достойно снимет и как художник он тоже внесет свое вот тогда это будет хороший интересный клип содержательные глубокие с выдержанным стилем уровнем да а конкурировать ни с кем не надо что ты хочешь выразить что ты хочешь показать но все это должно быть профессионально а зачем с кем-то конкурировать соревноваться кого-то повторять но тебя же все равно будут сравнивать то есть клипов же просто очень много надо делать так чтобы тебя не сравнивали а тебе интересно было смотреть на тебя интересно смотреть слушать твою песню интересно то есть все таки самое главное это сказать то что ты хочешь сказать Конечно, потом, знаете, вкусы разные, всем никогда не угодишь. Кому-то ты нравишься, как певица, и твой клип будет нравиться, во что ты одета, всё равно ты будешь нравиться. А кому-то абсолютно безразлично тебе. Вот так вот. А с режиссёром складывают соотношения, вот партнёрство, или вы всё-таки главная, а режиссёр вам, скажем, помогает? Иногда ты свои мысли объясняешь, хотелось бы вот такой образ, вот так, вот так, вот так. А иногда режиссёр, наоборот, отдельно пишет сценарий, говорит, я вас вижу вот такой. Я эту песню уже прослушал, я вижу вот такую картину. Значит, надо с ним тоже соглашаться или как-то вместе решать. Но вас можно убедить? Вы прислушиваетесь? Можно убедить, потому что он же тоже профессионал. Я режиссёр, я, прежде всего, актёр, я не режиссёр. Режиссёрское видение такое бывает иногда странное. Например, песня об одном, а картина совсем другая идёт. Вообще, вообще не имеет. Вот так вот. Но если он логичен, то... Театральная игра, это да, всё соответствует. Ты говоришь, и твой партнёр тебе отвечает. Не бывает, что ты об одном говоришь, а партнёр тебе совсем другое несёт что-то. И публика сидит, ничего не понимает. Так же и клипы бывают. Музыка идёт фоновая. А картина вообще про прежде? Музыка идёт фоновая. Ты вообще ни при чём. Там вообще другая картина. То наводнение, то война или что-то. А ты про светлую любовь поёшь. Ну, например, да? Или поёшь про огурцы и помидоры. Ну, например. А вот сейчас задача клипа, который сейчас вы делаете. То есть, ну, вы так коротко намекнули о чём. Во-первых, сама песня красивая. Сама песня лирическая, красивая, воспевающая красоту казахской девушки. Что здесь может быть? Здесь надо задача показать очень красивую девушку. девушек в разных платьях, в прязных нарядах. Здесь и национальный колорит играет роль, потому что казату. Это проводы, значит, девушки, невестки, да? Ты провожаешь. Какой ты её провожаешь? Во что ты её одеваешь? Здесь задача и работу художников показать, ювелиров показать, кто шьёт эти наряды. Это всё воспевалось испокон веков наших народных песенек. И сегодняшних девушек показать в таких же нарядах. Просто показать красоту казахской девушке, которая отправляется замуж, которую ты провожаешь. Знаете, вот за что вам благодарен вот сегодня, да? Вот за то, что вы всё время возвращаетесь к тому, что нужно показать красоту. Конечно. То есть нужно показать красоту и рассказать... Мы в первую очередь и в клипах, и в песнях, и на концертах мы должны показать высокую культуру своего народа. Добрые, красивые традиции. Это всё воспевать в красивой песне. А для чего мы тогда на сцену выходим? Задача же в этом же показать высокую культуру. Красоту народной, музыки и костюмы. Если песня такая, надо этому соответствовать просто. Если песня об этом. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. А если ты поёшь, ты беременна, и это временно, тогда надо показать это родом. Это уже другая тема. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok